Партнер проекта сайт manutd.one Привет, друзья, с вами Миша. Мы это сделали, мы вздернули Тоттенхэм, и мы вышли в финал Кубка Англии. Куча положительных эмоций. Фу, как же приятно. Очень приятно, несмотря на то, что, может быть, это не какой-то там межконтинентально-планетарный кубок, но чертовски приятно, вы со мной согласитесь. Тем более, что мы проигрывали по ходу матча. Сейчас будем во всем разбираться. Перед началом игры коэффициенты были у MarathonBet, ребят. Следующий, как вы видите, Тоттенхэм был фаворитом, и надо отдать им должное, что начало игры осталось именно за шпорами. Ну и что с того? Стартовый состав, ребят, был, смотрите, какой. Мауриньо в очередной раз выпустил тройку центральных полузащитников. Это уже у него в последнее время тенденция. Он пришел к тому, что нужно поле Погба выдвигать чуть-чуть вперед. И Матич с Эррерой, и снова Эррера. И Эррера в этом матче, конечно, ну, о нем чуть попозже. Да, он сыграл свою роль, он забил победный гол. И, как и, в принципе, предполагалось, Смоллинг и Джонс, пара центральных защитников. Естественно, вернулся Янг. Ну, в Валенте, в общем, отдохнувшие люди. Здесь все понятно. И многие говорили, Алексис Санчес не сыграет. Я слушал экспертов. Я вообще увлекаюсь, так сказать, английскими передачками, аналитическими, футбольными. И многие говорили, там, Скоулс, там, Фил Джонс. Вот я вот этих ребят вот слушал. В частности, Алексис, Алексис не тянет. Алексис, что-то он пока не нащупывает почву. Его там Марсика и Решфорда по краям выпустит Мауриню. Пфф, ребята, хорош. Вот, и Лингард был, как бы, номинально справа. По факту, естественно, везде. И сейчас мы, ребята, будем все с вами разбирать. Прямо по полочкам. Очень-очень много положительных эмоций. Самое главное, самое главное, друзья, знаете что? Вы знаете что? Вот это ощущение. Ощущение того, что мы снова обыграли команду из топ. Да, там, шестерки. И мы снова отыгрались. Это ведь дополнительные какие-то эмоции, чувства, гордость. Сейчас меня пробирает гордость, ребят, за нашу команду. На полном серьезе вам об этом говорю. А пока небольшая рекламка. КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ПОКЕР, ДОМ ЗАВТРА БУДУ СНОМ Я играю в покер дома, но Я везде как дома. Я пришел, чтобы забрать твое Ама Аль Капуна. Стрит на моих руках. Флэш на моих руках. Вечером каре на флопе. Кутру роликс на руках. Сижу с пацанами, наслаждаюсь игрой. Меня будто любят бабло. Такое бывало с тобой. Лет 10 в замесе. Мой поттерфейс действий. Каждый шаг взвесил у меня плюс. Девочки в трусиках громко тусим. Наша музыка в рукаве. Я играю в покер дома, но Я везде как дома. Поднимаю деньги легко. Это аксиома. Ну, как я уже сказал в начале матча. Ну, первый там, скажем, минут 20. Шпоры нас немножко прессовали. Вообще было понятно, как бы, что В противостоянии, по сути, котратакующих команд. Кто допустит какую-то зияющую дыру. Кто проморгает, тот и пропустит Немного, один или два мяча. То есть, каков будет исход в случае, Если кто-то из команд допустит ошибку. И в чем именно? То есть, было понятно. Именно прозевав контратаку. Ну, и посмотрите, как мы пропустили первый гол. Здесь Эшли Янг, который чуть-чуть в первом тайме пожарил. Ну, так как команда в итоге выиграла. Сложно сказать, что кто-то матч провалил. Но Эшли, конечно, слабовато начал играть. В этой игре. И, то есть, в момент передачи на убегающего в отрыв по краю Эшли Янга Кристиана Эриксона, Эшли Янг находился вообще там практически, не знаю, рядом с Дехеей. В смысле, рядом, точнее, с вратарем Тоттенхэма. Да, то есть, вообще даже близко не было. И Поль Погба как бы страховал Эриксона, он был с ним, он проигрывал ему чуть-чуть в дистанции. Ну, и в итоге, как бы, не настиг его даже близко. Я не буду сейчас анализировать то, насколько, какой процент своих спринтерских способностей применил Погба, чтобы настичь Эриксона. Это сейчас не суть важно. И не только потому, что мы выиграли в итоге. Ну, а вообще, это был провал именно Эшли Янга. Вот. Далее, когда последовал прострел на, ну, уже когда Эриксон достиг этого паса, убежал по краю, между Валенсией и Смолингом прорвался Дели Али и забил. То есть, возможно, вина здесь Смолинга, потому что Смолинг как бы сделал перед самой передачей, он немножко спиной, видимо, не прочувствовал, не прочувствовал Дели Али. Может, он думал, что Эриксон даст на второй темп, как бы, да. А Эриксон пошел прямо туда, вперед, замыкать просто тупо, да. И, соответственно, ну, Валенси это был за спиной у Дели Али. Валенси никак не успевал перекрыть этот прострел. Мог Смолинг, но Смолинг сделал неправильное движение. Опять же, как-то сейчас забрасывать помидорами Смола я не буду. Ну, я конкретно в этом случае, в этом забитом мяче, я бы все-таки отметил именно посульку Эриксона вообще, Кристен Эриксон. Очень хороший, очень хороший футболист, он не получает достаточно, как мне кажется, хвалы со стороны, ну, какой-то вообще вот общей вот этой масс-медиа. А может быть, это ему и на пользу, но не то, что недооцененный, почти на-то его ценит, но не дохайповый как бы футболист, не звездный совершенно, хотя потрясающий. Да, ну и как бы при всем уважении, как бы и ляд бы с ним. Вот, и после этого, после этого, знаете, был немножко психологически, мы были немножко подавлены, мы слишком много позволяли Тоттенхэму, врывались в зоны, играли комбинационно. И вот ты смотришь, и уже начинает накатывать то, что, вот знаете, вот эта зависть, зависть такого плана, что как же, как же клево командно все выстроено у Тоттенхэма. Тоттенхэма, они же практически как братья, как все как братья родных друг другу, да, то есть и тот же Кейн, и Эриксон, и Али, да, то есть и Сон, они так взаимодействуют, а мы, а мы тем временем пытаемся редкими-редкими атаками как-то все грузить мяч куда-то в штрафную, тупо просто навесами. И смотришь, смотришь, вот этот первый тайм, уже, уже как-то чуть-чуть такой пессимизмиком наполняется стаканчик, уже, уже, уже наполовину, уже больше, чем наполовину он становится полным пессимизма. И особенно на контрасте того, как взаимодействует комбинационно то, чего мы, о чем мы грезим весь, весь сезон, а тут вот сплошные навесы, навесы, навесы. И вот только-только, как бы уже, уже все, уже невозможно было смотреть на эти продолжающиеся навесы, и Поль Пагба выполняет передачу на навес на Алексиса, и Алексис забивает так в прыжке с отклонением. Мне это очень напомнило, как Месси нам забивал в финале Лиги Чемпионов, тоже коротышка, в прыжке с отклонением, как-то то ли полулбом, то ли лицом забивает мяч. Вообще великолепно. Ну, ребят, собственно, голы вы видели, голы вы, я уверен, на повторах сможете посмотреть. Давайте оценивать игроков в этом матче. Вообще, то есть я, я сказал так немножечко, знаете, так подколов многих скептиков по поводу Алексиса Санчеса, я скажу именно о нем, конечно же, это man of the match, не только потому, что у него голевая передача и гол. Ну, голевая передача, может быть, будет записана вообще на Лукаку, потому что он как-то что-то коснулся этого прострела, да, ну, конечно, это бред, но, может быть, не суть важна. Так пахал, так работал Алексис. Ну, ну, просто, просто космос. Вот честно, я просто снимаю, снимаю все шляпы мира вот так вот себя. Да, человек оказывался абсолютно на всех флангах, человек возвращался и выцарапывал мяч у полузащитников Тоттенхэма, вообще не ждавших, что сзади перебежит эта электричка. И при этом, особенно после, да, вот после, вот как вот если взять начало матча, было за шпорами и потом психологически мы начали уже возвращать бразды как бы себе, и здесь уже начал подключаться Алексис. И просто то, чего мы от него ждем, как Розенов в трансляции назвал, то есть Розенов сказал не в отношении Алексиса, а шпоры уже проигрывают, и говорит, нужен такой человек-кипятильник Тоттенхэму, кто-нибудь, кто выйдет и вот так вот будет, будет рвать, метать. И вот как раз я подумал, что на самом деле вот такой вот человек-кипятильник был именно в этом матче Алексис, собственно, то, ради чего мы его покупали. И то именно как замена Мхитаряну, мне сложно представить Мхитаряна вот так возвращающегося в оборону, выцарапывающего и на карачках, несмотря на то, что тебя лупят по ногам, бегущего туда вперед в атаку, при всем уважении к Гено, как бы, да. То, ради чего, собственно, этот обмен происходил, вот инэкшн, просто в действии и, ребята, ну просто, ребят, я вас в очередной раз призываю. Если в двух матчах Алексис был как-то чуть-чуть блеклый и так далее, вот эти, и мне очень странно, что на самом деле, как бы, люди очень хорошо и, ну просто в разы, в разы, лучше меня понимающие в футболе, на полном серьезе говорят, что Алексис, как бы, ну, типа он в хреновой форме и на такой матч его не выпустит Мауриньо, хотя то, что он с Борном там не играл, было понятно, что он просто отдыхает перед бойней с Тотмахэмом, ну, просто реально меня странно было слышать. Конечно же, ребята, Алексис, игрок у нас железобетонного основного состава, игрок больших матчей, человек, который просто тащит, тащила, просто тащила, и человек-кипятильник, копирайт Юрий Розенов. Вот. Андер Эрера, да, человек, забивший победный гол. И абсолютнейшая ирония судьбы, вы просто вспомните, то есть полсезона, даже больше, чем полсезона, там, 3 четверти сезона, где был Эрера, как к черту Эрера. И вот ты думаешь, а вот же ж она, вот же ж она, футбольная судьба, жесточайшая, лучший игрок прошлого сезона, и вот покупаем Матича, Эрера вообще в забытие. Да вообще Эрера и не тянет Эрера, Эрера вообще-то у нас и как бы слишком, слишком прямолинейный футболист, а продать его, да продать его куда-нибудь во второсортную команду Ла Лиги. Ребята, никогда, вот просто прошу вас, молю вас, никогда раньше времени, по крайней мере до окончания сезона, какой-то логической точки, не сплавляйте своих футболистов. Я очень много ругаю Люка Шоу, но может в финале Кубка Англии выйдет Люк Шоу и сделает дело, понимаете? То есть вот все ребята, которые есть в обойме у этого тренера, они там, они там все, ребят, не случайно. Иначе они давно были бы проданы куда-нибудь или сосланы в резерв. Каждый, вот то есть мы часто говорим, кто-то не уровень Манчестер Юнайтед. Кстати, те же самые упомянутые мной эксперты, любят часто такими вот фразочками разбрасываться. Друзья, это все, это все не серьезный базар. То есть Андер Эрера, отдавший потрясающую предголевую передачу с Бормутом, да, когда там Джессика выдал на Смолинга. Ну то есть, и вот, то есть, отыгравший, ну почти полный матч там до уже, до тактической замены на Линдалёфа против Массейтер Сити, отыгравший Эрера. И вот смотрите, какую роль он играет с Тоттенхэмом. Можно вообще сказать, что мне в этом матче показался Тоттенхэм командой, ну не так был черт вообще суров, как его малевали. Что я имею ввиду? То есть Тоттенхэм опасен, исключительно, конечно, опасен на контратаках, но когда психологически мы успокаиваемся и понимаем, что можно с ними играть в футбол, и можно, хотя владение мячом там все равно было за ними, я конечную цифру не смотрел, мне это неинтересно, но где-то по ходу второго тайма просто на табло это выскочило на экране, что там было 60 на 40 в пользу шпор. Но по факту мы как бы больше контролировали мяч. И что сделал Мауринио в перерыве? То есть, так же как Сити Мауринио дал команду Санчесу, давай вперед, Пагба, давай вперед. Джесси Лингард больше начал брать на себя, Джесси Лингард больше начал перемещаться вот так от боковой до боковой, получил, отдал, открылся, отдал, начали раздербанивать мы построение Тоттенхэма, искать свободные зоны. И второй гол, который мы забили, у нас стоит, то есть Лукаку мимо мяча, Джесси, который мог мяч получить, но увидел уже набегающего Эреру, отдал, оставил ему под удар, то есть у нас уже такое, ну, очень массированное, то есть это была как бы контратака, но очень массированное, что вообще нам не свойственно, да. То есть видно было, что можно, то есть когда мы хотим, у нас вполне достаточно ресурсов для того, чтобы с командой абсолютно любого уровня, ну, в пределах Англии, в Лиге Чемпионов мы пока не знаем, мы, Севильи, к сожалению, не смогли преодолеть, вот, но в Англии мы можем вполне себе даже организовать такие вразумительные позиционные атаки и не нужно комплексовать, что во что бы то ни стало, значит, мы или бежим в контратаку, или как бы просто прижимаемся, там в центре как-то назад-назад, отдаем передачи такие, смелее, ребята, вот просто смелее, серьезно, какое-то будет крошечное, возможно, крошечное имеется в виду, ну, может, единичное усиление в транспирном окне, и когда, я не знаю, кто какой-нибудь там условный гризе добавится, то есть игрок, возможно, очень высокого калибра, и может быть, вот эта цепочка, пазл замкнется у Мауриньо, потому что в отношении Поля Погба, кажется, он начинает понимать, как использовать это футболиста, и плавно я перехожу на персону Поля Погба. Очень сильный матч провел Поля, помимо того, что, конечно, он выдал голевую, да, то есть просто для статистики, но мы же с вами, ребята, смотрим футбол, а не просто заглядываем и смотрим на статистику, какой процент там передач, я уже много раз говорил, эти цифры мне вообще вот просто без разницы, потому что у человека могут быть реально высокие показатели, но по игре ты понимаешь, что он не сделает 10% того, что от него требовалось. Вот, Поля Погба очень хорошо менял местами свое, то есть то шел вперед, то, когда нужно было, садился, отходил назад и снабжал оттуда дальними передачами очень крутыми. То есть его вот эта слабая зона передержки мяча, было там пара случаев, когда он зачем-то в обводку ходил на трех, ну, нет, не получалось, но в целом очень солидно, очень солидный матч. То есть вот его грозное оружие, которое пока что у него припрятано в антресоле, вот его именно длинные передачи, они начали-начали просыпаться, и мне кажется сейчас, ну, Поля-то вообще-то никогда не унывал, но сейчас, именно имея за спиной Андера Эреру и Ниманию Матича, мне кажется, он, то, что этот человек настроение, игрок настроения, это все мы понимаем, да, то есть когда ему даешь вот пространство для маневра, вот, давай, твори, он это делает, ну, и, кстати говоря, когда оборонительная функция, ну, у Мауриньо всех касается обороны, это понятно, но когда образно на тебе не такая ответственность, ты не один из двух центральных полузащитников, да, а когда есть как бы еще и третий, и здесь психологически настолько это раскрепощает Поля Погба, что ему уже по кайфу даже возвращаться, там, отрабатывать назад, как-то тонкая очень натура, и если Мауриньо окажется действительно таким психологом, который вот, ну, из этого драгоценного камня, ну, очень необработанного, действительно что-то сделает, это будет колоссальное респектище Мауриньо. Как обычно, много работа Рома, Рома не забил, но он, ну, то есть весь сезон очень стабильно, то же самое в этом матче, когда нужно было, когда вокруг никого не было, он шел, один шел на таран, один бежал, то есть человек, который, ребят, Ромео Лукаку, в каждом матче ты видишь, что он просто до последнего себя выжимает, он не оставляет просто ничего, то есть он работает просто тактически, как ему сказали, и еще больше сверху, очень трудоспособный парень все время пытается и отдать, да, что-то создать для других, а когда вокруг никого нет, бежит и делает сам, вот как может, так и делает, да, были ситуации, когда видно, понятно было, что Рома, ну, давай, все, тебе никто не помогает, давай сам, ну, и шел человек, ну, как мог, там его, скажем, удары блокировали, но, ну, вот, то есть так, как он выкладывается, к такому футболисту предъявлять претензии, мне кажется, ну, просто неправильно. Что по защитникам, ну, нормально, солидный матч, Джонс, кстати, очень хорошо смотрелся, ну, да, Джонса мы с вами подробно обсудили в прошлом выпуске, общая, ребят, какая общая мораль, да, что вот сейчас действительно концовка сезона, и сейчас вот мы получаем тех ребят, также точно в прошлом сезоне Эшли Янг, мы вообще, то есть в какой-то момент я даже думал, а, о, о, точно, у нас же Эшли Янг еще есть, настолько он был глубоко в резерве, а когда пошла вот эта эпидемия травм, когда и Роха, и Баита все переломались, и выплыл Эшли Янг, и вот сейчас в этом сезоне он железобетонно основной у нас левый защитник, ну, как бы люк, извини. Вот, и сейчас мы должны просто до конца этот сезон досмотреть, прежде чем делать выводы по тем или иным игрокам. Очень, конечно, я хочу, чтобы Эрера никуда от нас не уходил, то есть вот, и вот что, знаете, вот что нам в прошлом сезоне так понравилось в Эрере, да, то есть многие там даже капитана Эрера так называли, блин, с такой страстью играет пацан, и когда он забил, знаете, вот в его глазах, даже когда он был запасным, и мы забивали, скажем, футболисты бегут к запасным, все обнимаются, и Эрера так всегда искренне за всех рад. Вот человек с такой, действительно, страстью, такой боец, и вот это, это действительно, это человек Мауринио, ребята. Это футболист Манчестер Юнайтед. Может быть, по своим качествам, ну, может быть, он мог быть и получше, и в том же созидании, может быть, чего-то ему не хватает, ну, не совсем, ну, то есть он хоть и испанец, да, ну, как бы не совсем он и бускец, но чего у него не отнять, так это духа, это духа, который непременно, как маст, просто должен быть у любого игрока в футболке Манчестер Юнайтед. Так что 19, ребята, мая, мы будем играть с кем-то, либо с Челси, либо с Саут Гемптоном, завтра, ну, для меня это завтра, если кто-то из вас будет смотреть этот выпуск через год, то, значит, ну, год минус один день, в общем, игра будет Челси с Саут Гемптоном, будет, конечно, прикольно, если снова в финале, как бы, святые, да, то есть в прошлом году это был финал Кубка Лиги, но, конечно же, конечно же, мы хотим, я говорю сейчас за всех вас, я не сомневаюсь нисколечко, что мы хотим Челси, чтобы еще раз поставить на колени этих, ну, они не голубые, ну, синих, хорошо, синих, ну, синих, в принципе, нормально звучит по-русски, вот, ребят, ну, а дальше у нас следующее воскресенье, это бойня с Арсеналом, с уходящим Арсенчиком Венгерчиком, и давайте напоследок насрем ему в душу, вот, Арсен, ну, у тебя была прекрасная карьера, но извини, извини, мы должны немножко омрачить твой уход, не обессудь, как говорил один классик, друзья, не забывайте, вы, пожалуйста, поддерживайте моих друзей, это все потрясающие люди, они поддерживают меня, так что не забывайте о них, ссылки внизу в описании, это man.utd.one, это Pride of Manchester, мой маленький, скромный, но такой теплый и уютный паблик, мы United, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, никогда не отчаясь, потому что мы, сука, United, с вами был Миша, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!